В стенах Ивановского государственного университета подвели итоги 13-го ежегодного фестиваля «Молодая наука. Развитие Ивановской области». В рамках проекта проведены научно-практические конференции, семинары и презентации. Стоит отметить, что в фестивале принимали участие не только местные студенты, но и молодые исследователи из других регионов и стран. Губернатор Павел Коньков наградил дипломами наиболее выдающихся ученых и аспирантов. Самым разным вопросом посвящаются доклады, работы. 8 тысяч участников, 3,5 тысячи различных тезисов и докладов. Это касается и техники и технологий. За последних 5 лет 50 научных разработок стали реальными промышленными технологиями. Цель фестиваля – создание комфортной площадки для новых научных исследований, которые не только укрепят фундаментальные знания, но и смогут решить конкретные прикладные задачи. Благодаря «Молодой науке» сотни студентов, аспирантов и научных сотрудников смогли поделиться с коллегами своими исследованиями, а некоторые – найти им применение. Я занимаюсь СОЖ или СОЦ – это смазащие и охлаждающие жидкости, которые применяются на поверхностях деталей, чтобы был меньше износ, меньше трения. У меня с моим научным руководителем была работа, мы сейчас подали на патент. То есть мы создали новый состав, который экономически будет дешевле, но влиять будет точно так же. Развитие качественно новых технологий и внедрение их в, казалось бы, обычные жизненные процессы будет не только экономически выгодно, но и станет подспорьем в деле сохранения окружающей среды. Это особенно важно, учитывая, что 2017-й стал годом экологии. Научный интерес вызывают работы, связанные со вторичным использованием продукта. На данный момент я занимаюсь магистрской работой по фильтрации отработанных масел автомобилей. Моя тема заключается в том, чтобы отработанное масло можно было использовать повторно. Масло в машине меняется довольно-таки часто, и на это уходит больший затрат. А если мы сможем использовать отработанное масло не еще раз, то, соответственно, затраты уменьшаются, и это экономически выгодно. С окончанием фестиваля молодые ученые отнюдь не заканчивают свою работу. У многих впереди защита дипломов и диссертаций, а молодая наука стала неплохой проверкой результатов исследований на профпригодность. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново. Анастасия Юрьевна, магистрат Ивановского...